Сказано, сделано. В Твери Парк Победы теперь будет украшать еще один монумент, памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны. Его установили в центральной части сквера, недалеко от Пантеона. Решение увековечить подвиг калининских трудящихся приняли на очередном заседании Думы, а на открытии побывала наш корреспондент. Они шили шинели. Для солдат их руки собирали урожаи и ковали победоносное оружие. Калининцы, которые самоотверженно трудились в годы войны в тяжелых условиях, чтобы снабдить фронт продуктами питания, обмундированием и техникой, сыграли огромную роль в победе над фашистами. Детство Любови Парфенова выпало на эти трудные годы. Ей пришлось научиться доить коров и встать к ткацкому станку. Меня мать ткала. Их станку я стала уже... Ну, как освободили от немцев, сразу поставили ткацкий станок. И в 43-м году, это мне было 10 лет, как раз я начала ткать на этом станке. Изображение на памятнике очень символично, говорят герои соцтруда. Подросток с матерью стоит у станка. Типичная картина для того времени. Поэтому именно она и украшает монумент. Сам же памятник весит около трех тонн. Изготовлен в Краснодарском крае. Монумент создан при поддержке Тверского отделения Сбербанка, который является давним партнером Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб». Считая важным делом сохранение исторической памяти, коллектив банка сразу подключился к воплощению инициативы общественников. В год 75-летия Великой Победы началась активная работа. Руководитель организации Александр Грибов вручил и передал почетные знаки клуба делегации Тверского отделения Сбербанка за вклад в военно-патриотическую работу и реализацию важного для жителей города подрастающего поколения проекта. Создание памятника труженикам тыла. Есть подобное в нескольких уже регионах России. Но мы ее сделали более конкретную. Там вы увидите, что труженикам не просто тыла, а города Калинина и Калининской области. То есть нашим землякам это посвящено скульптуре. Подготавливать площадку к установке монумента начали еще три недели назад. Под него залили бетонную площадку, выложили плиткой дорожки. Работа проделана колоссально и в короткие сроки. На открытии монумента особенными гостями стали герои войны и соцтуда. Наши дети и внуки должны помнить о той великой цене, о той огромной цене, которой добыта была, вырвана буквально эта победа. Спасибо большое всем тем, кто даровал нам мирное небо над головой. Городские власти решили увековечить для подрастающего поколения подвиг тех, кто в тяжелые годы кровопролитных сражений трудились на благо фронта. На сегодняшний день в Турском регионе проживают около 500 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Большинство из них уже перешагнули 90-летний рубеж.